Жителя лесного городка призвали из резерва 2 октября. В 2009 году он проходил срочную службу матросам и артиллеристам на Северном флоте. Дом у него остались жена, годовалый сын Матвей и трехлетняя дочь Милана. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью мобилизованного, передал подарки и рассказал о мерах поддержки от государства. В кругу семья хотел о нескольких вещах проговорить. Прежде всего мы считаем важным, чтобы каждая семья чувствовала заботу. У кого-то дети, у кого-то остались родители на попечении. Поэтому мы предусмотрели необходимые выплаты. 200 тысяч, наверное, получили уже, да? Да. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей осуществляется в Московской области проактивно, без заявлений. Областной военкомат или Минобороны направляют в Министерство социального развития региона списки мобилизованных. И в течение трех дней деньги поступают на счет. А также предусмотрели ряд моментов, связанных с бесплатным детским садом, питанием, чтобы в очереди детский сад не было, в школу. Все эти мероприятия у нас реализуются для всех семей военнослужащих. Во всех муниципалитетах Подмосковья открыты специализированные центры помощи семьям мобилизованных граждан. За каждым таким пунктом закреплены соцработники, психологи, юристы, волонтеры, которые сопровождают семьи по всем вопросам. В них также принимают заявки на оказание социальной помощи инвалидам. В Одинцовском округе центр расположен в доме номер 71 по Можайскому шоссе. Нам с Можайски 71 нам звонили, сказали, что обращайтесь, будет помощь, приезжайте, все рассмотрим ваши вопросы, что, если что надо. Потом звонили с управления дополнительного образования, Милановский кружок будет платный, нам сказали, что бесплатно будет ходить. Я сходила в школу из Нагородской директора, написала вам заявление на сад, что бесплатно было. На портале Добродел появился отдельный раздел, который называется «Доброе дело. Поддержка семей мобилизованных». Жители Подмосковья могут сюда писать по вопросам устройства или перевода в детский сад, оформление документов, доставки продуктов и лекарств, а также в случае необходимой психологической помощи. На Доброделе в процессе регистрации изучаю этот сайт, потому что ранее не пользовалась. Глава семейства, получив повестку, сразу принял решение отдать долг родине. Дома им гордятся и ждут с нетерпением. Честно сказать, я ржусь, что у нас все такое. Мы все горжим. Мы, конечно, ждем домой зятя, дети его ждут, мы ждем родителей. Думаем, что все будет хорошо.